Только с начала этого года на улицах Вологды зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах. В них пострадали 8 человек, двое из них дети. Нередко виновниками аварийных ситуаций становятся сами пешеходы. Эта ситуация под особым контролем городских властей и ГИБДД. Об этом смотрите в нашем следующем материале. Приходите пешеход, пешеходный переход. Ни направо, ни налево не смотрите в капюшоне. По телефону разговариваете. Я понимаю, что вы спешите. Но вы создаете аварийную ситуацию на дороге. Нередко аварии происходят по вине самих пешеходов, которые переходят проезжую часть в неположенном месте, перебегают перекресток на красный свет светофора. И если даже встают на зебру, не соблюдают элементарных мер осторожности. У нас многие пешеходы, они не обращают внимания, как далеко подъезжает машина к пешеходному переходу, с какой скоростью она движется. Пешеходы обязаны убедиться в том, что машина их пропускает, и только после этого начать переход к проезжей части. Второе – это использование светоотражателей на одежде. Перед тем, как перейти дорогу, нужно снять капюшон верхней одежды, выключить музыку и не разговаривать с попутчиками. Лучше лишний раз убедиться в безопасности. Ведь спешка может привести к трагическому итогу. Иногда смотрю, иногда не смотрю. Если очень тороплюсь, то в основном не смотрю. За аналогичный период 2013 года на дорогах Вологды произошло 10 подобных ДТП. В целом, за минувший год в 76 авариях на пешеходных переходах травмы разной степени тяжести получили больше 80 человек. Чтобы улучшить ситуацию на дорогах города и обеспечить безопасность вологжан, совместную работу ведут городские власти и ГИБДД. С целью безопасности дорожного движения на улицах города для пешеходов устанавливаются дорожные знаки на желтом фоне и светодиодные. Проходит модернизация светофорных объектов, устанавливаются искусственные неровности. В 2013 году было организовано около 10 новых пешеходных переходов на улицу Пугачева, на улице Пролетарской, на улице Козленской, на улице Ярославской. Эта работа приносит результаты. Цифры статистики снижаются. Однако, чтобы в корне изменить ситуацию, автомобилистам и пешеходам необходимо не только соблюдать правила дорожного движения, но и уважительно относиться друг к другу. Александра Шарантон-Лукьянов, Вологда Портал.